Открытым оком вопрос 3215 18 том тема мусульманства говорят что идет быстрая исламизация мира как можно противостоять этому какую грозу несут мусульмане миру отвечает Игнатий Тихонович Лапкин когда апостолы Христа стали проповедовать и стали обращаться многие этот же вопрос стоял перед римскими императорами и никто ничего не смог предложить лучше как убивать христиан христиан ныне более миллиарда а римской империи давным-давно и праха нет Магомед не словом не распространял не словом распространял веру а мечом а их за это христиане осуждают а католики как несли свою веру американскими дейцам в африку мусульман записано в коране что они могут нас убивать как многобожников хотя мы признаем единого творца во святой троице славь муга но были крестовые походы было покорение казани когда остались одни казанские сироты покорение сибири ермаком разбойникам православным магоментаном магоментаном по их чину положено нас убивать а христиан то кто позволит ненавидеть врагов своих магоментан нам дано указание от нашего учителя христа кротостью обращать их нам дано право умирать а им убивать так воспользуемся же каждый своим правом достойно мухаммед мухаммед в европейской литературе часто называется магомед магомед до родился около 570 года года мекка умер 632 году в медине религиозный проповедник и политический деятель основатель ислама современных мухаммед источников а мухаммед источников о нем не сохранилась первая биография мухаммеда составляла составлено ибн исхаком восьмом веке выходит из знатного но обедневшего рода бану хашим из пленения курейшитов мухаммед рано остался сиротой в начале пастух затем приказчик мухаммед в аравии и за ее пределами ознакомился с иудейско-христианским монотеизмом и некоторыми другими религиями и политическими учениями женить бы на богатой мекканской купчихе хадидже дала ему возможность посвятить себя исключительно религиозности религии этическими проблемами по преданию около 609 или 610 года мухаммед нередко проводивший многие часы в аскетических бдения на горе хира близ мекки в одну из ночей месяца рамадан и к нему явился архангел гавриил джебраил по-арабски и начал открывать ему части хранящиеся на небе под престолом аллаха книги по-арабски куран от имени аллаха возложив на мухаммеда обязанность сообщать своим соотечественникам повеление всевышнего сочувственная поддержка близких особенно хадиджи стимулировала фанатичную уверенность мухаммеда в истинности богатого учения он с нетерпимостью стал отвергать старые языческие верования противопоставив им учения о всемогущем едином боге проповедовать строгом монотеизма тесно с проповедь строгого монотеизма монотеизма тесно связана с ним универсальность новой веры провозглашенные равенство всех своих последователей независимо от их происхождения и родоплеменной принадлежности незаурядные политические и организаторские способности самого мухаммеда все это нашло был благоприятный отклик отклик у тех представителей мекканского общества преимущественно его средних слоев которые стремились к централизации и возвышению аравии встретив в начале сопротивления своему учению со стороны мекканской купеческой олигархии мухаммед вынужден был вместе своим приверженцами переселиться в ястреб позднее медина день переселения мухаммеда и его сподвижников назван хиджа обычно я считаю 22 сентября 602 20 622 года в 1630 1632 году мусульмане под руководством мухаммеда починили мекку а затем и значит часть других районов аравии мухаммед совмещая в своем лице функции религиозные политического лидера стал главой нового исламского теократического государства гробница мухаммеда в медине стала второй после каббы в мекке святыни ислама и местом паломничества мусульман литература при ст. ислам м.а. батуновский батунский большая советская энциклопедия песня 8 глава 9 стих песни песней большие воды не могут потушить любви и реки не зальют ее если бы кто давал все богатство дома своего за любовь то он был был отвергнут с презрением 1 иоанна 2 18 дети последнее время и как вы слышали что придет антихрист и теперь появилось много антихристов то мы познаем из того что последнее время 1 иоанна 2 22 кто лжец если не тот кто отвергает что сын что иисус что иисус есть христос это антихрист отвергающий отца и сына 1 иоанна 4 3 а всякий дух который не исповедует иисуса христа пришедшего плоти не есть от бога но это дух антихриста о котором вы слышали что он придет и теперь есть уже в мире 2 иоанна 17 ибо многие обольстители обольстители вошли в мир неисповедующий иисуса христа пришедших во плоти такой человек есть обольститель и антихрист стих стоит туман в распадках по утрам своею каторку и плодит грибы и грузди своей катарактую плодит грибы и грузди не вижу просто опыт отодрал не наносное что нависло грузно по черепкам могилам и холмам пытаются создать пятиконтропа что тамошний тогдашний наломал те экспонаты нам нельзя потрогать нам будущее вычислить нельзя мы не советники советского союза и тысячелетний рейх слепой слезняк все бледные поганки они грузди в тумане будущих будущее мировых держав но видел но видел в день воскресный иоанн он страхи пал и сам не свой лежал узрев незримый иеговый план туман рассеялся и кони проскакали всего четыре грозных седока два зверя кровожадные со скалом но их еще не рассмотреть пока туман неведение и пелена загадок развеется библейскими строками тот свиток тайн в устах пророка сладок во чреве горек он до содрогания мозги туманит подлые дельцы заботись рьяно о слепоте подвластных мычат и золото масонские тельцы заглатывают ненасытной пастью туман развеется у белого престола наста нам станет ясно что затем к чему исхититься заглоченная волком рыдать без пользы многие начнут туман и дым внутри внутри церковный смог и в том епископы священники виновны за горизонт к чистейшему где библии и бог об этом мы попросим иегову 2006 год игнатий тихнуть лапкин